Привет, бои-скауты, с вами Кьюбайт, это разбор первого и второго эпизодов Оби-Ван Кеноби, скоро уже выходит третий, но пока разберёмся с этим, отсылки, пасхалки, связи с другими проектами, какие-то мелкие детали, которые могут навести на будущие камео появления, в общем, всё в этом ролике, давайте начинать. Последний раз Оби-Вана мы видели вместе с Ситхов, когда он победил своего ученика Энакина Скайуокера на Мустафаре. Эти и другие события из жизни Кеноби, показанные в приквелах, бегло демонстрируют в начале первого эпизода, для тех, кто решил не пересматривать фильмы перед просмотром сериала. В конечном итоге джедаи проиграли, и править стала Империя во главе с Дартом Сидиусом и его помощником Владыкой Вейдером. Эпизод начинается с того, что мастер-джедай Минас Велти обучает юнлингов в Храме Джедаев на Корусанте. В этот момент клонам приходит приказ под номером 66 уничтожить всех джедаев, и ценой своей жизни Велти защищает учеников. Это далеко не первый проект, помимо мести и ситхов, который показывает это событие от лица совершенно разных героев. Похожим образом начинался недавний анимационный сериал «Бракованная партия», и в книге Бобы Фетта мы видели похожий отрывок с Корусанта глазами малыша Грогу. Казалось бы, эти дети должны были погибнуть, но среди них можно заметить юную актрису, напоминающую одного из инквизиторов – третью сестру Риву, которая играет немаловажную роль в сюжете этого сериала. У нее, пока по неизвестной нам причине, есть идея фикс поймать и убить Оби-Вана. Возможно, она винит его в смерти джедаев и правлении Дарта Вейдера. Далее в серии мы видим, что Оби-Ван окончательно сдался и не желает раскрывать себя на Татуине, чтобы помочь другому джедаю выжить. Это похоже на комикс «Журнал Оби-Вана Кеноби», где Кеноби также закрывал глаза на жестокость и несправедливость. Он прибыл лишь целью оберегать Люка Скайуокера и дать ему наставление, чтобы он не стал похож на отца. И, забегая вперед, в новой надежде все так и случилось. Через 10 лет после приказа 66, группа инквизиторов прилетает на Татуин в Мосс Эйсли и ищет того самого укрывшегося джедая. Нам показывают Гранд Инквизитора, которого фанаты уже знают из книг, комиксов и мультсериалов, где он был представлен более зловещей угрозой, чем в первых сериях сериала. Особенно, учитывая, что в финале второй серии он и вовсе падает от предательского удара Ривы. Но вряд ли он погибает, потому что в дальнейших событиях по канону он еще будет появляться. Пятого брата, еще одного инквизитора рядом с Гранд Инквизитором, играет Сон Ганн, сыгравший роль Хана во франшизе Форсаж. После гибели Гранд Инквизитора именно он был представлен Вейдером на его место. Он, кстати, чуть позже в серии использует жетон Мандалорца, в котором отображен джедай Нари. На экранах Гранд Инквизитор появился в мультсериале «Звездные войны. Повстанцы». Он работал стражем храма на Корусанте и, разочаровавшись в учении Светлой Стороны, он примкнул к ситху Дарку Сидиусу. И под управлением Вейдера он охотился на джедаев, переживших первую волну уничтожения. Годы спустя он получил приказ от Вейдера переманить или уничтожить чувствительных к силе детей, прежде чем они станут угрозой для Империи, а также ликвидировать оставшихся выживших джедаев, которые могли бы их обучить. Сами инквизиторы, показанные и в этом сериале, в частности, такие же джедаи, но примкнувшие к Империи и Темной Силе, чтобы разыскать выживших после приказа 66. В какой-то момент Рива даже произносит фразу Это относится и к ней самой, так как изначально она обучалась в храме джедаев и была таким же джедаем, на которых сейчас она охотится. Инквизиторы приходят в Салун, где якобы скрывается джедай и выманивают его попыткой убийства хозяина Салуна. И джедай, конечно же, раскрывается. В это время постояльцы пьют голубое молоко из таких же стаканов, что и люк в четвертом эпизоде. В это время Оби-Ван возвращается на татуиновской маршрутке в город, а затем, покормив своего Эопи, впервые эти существа появились в призрачной угрозе, отправляется в пещеру, где скрывается от всех. Но не от Джавы, с которым торгуется. Джава говорит, что Оби-Ван воняет, и его запах он почувствовал даже из Анкархеда. Это один из первых городов на Татуине, но со временем он опустел и потерял свое значение, но все еще является связующим звеном с наиболее важными частями планеты, включая Мосс Эйсли. Именно поэтому Боба Фетт хотел попасть туда в своем сольном сериале. Также Анкархед был упомянут люком в Новой Надежде, и в нем даже размещался объект имперской армии под названием Форт Айронхед, прежде чем он был разрушен местными повстанцами. Я могу отвезти вас в Анкархед. Завтра отвезешь Р-2 в Анкархед. От Оби-Вана исходит такой запах, так как он нарезает мясо с огромного существа, напоминающего Кайт Дракона. В Мандалорце мы уже наблюдали, что мясо и внутренности Кайт Драконов могут быть очень ценны. Бен покупает у Джавы за 75 кредитов модель Скайхоппера Т-16. Именно моделькой этого аэроспидера игрался Люк в Новой Надежде, так что подарок пришелся со временем по вкусу. После Ночных Кошмаров Оби-Ван взывает к своему учителю Квайгон Джину. Он это делает и во второй серии, но ответа так и не получает. Лиам Ниссон, который играл Квайгон Джина в приквелах, в конце апреля сообщил, что не против вернуться к роли Квайгона, но только не в сериале. Он больше любит кино, и у него нет желания идти сниматься для ТВ-проектов. Поэтому будет действительно большим сюрпризом, если мы все-таки увидим призрак силы Квайгона. Но к этому пока все и идет. Оби-Ван, как и в других источниках, наблюдает за Люком все эти годы, а юный Скайуокер представляет, что гоняет на подах, как и его отец. Похоже, из заимствования в поведении есть и у Лей, но до этого мы еще дойдем. В сериале Оуэн Ларс, сыгранный тем же Джоэлом Эдгертоном, как и вместе ситхов, просит Убивана держаться подальше от Люка, чтобы он не последовал по пути отца, а то есть умер. Здесь еще никто не знает, что Энакин Скайуокер это Дарт Вейдер. В комиксах Оуэн поначалу также относился к подаркам Убивана и к его присмотру, но позже сошел на милость, когда Кеноби спас их от крысанта. Его мы уже видели в книге Боба Фета, и он, как и в комиксах, охотник за головами. Будет любопытно, если его представят и в этом сериале, и тем самым расширят его арку в киноканоне Звездных Войн. Следом, после Татуина, наконец-то нам показывают Альдеран и юную Лею Аргану, которая наряжается для очередного светского раута. Но внезапно Лея обманула своих родителей и сбежала в лес смотреть на прибывающие корабли. Конечно, это отсылка к ее матери Падме, у которой тоже была страсть к переодеваниям и к двойникам. Лея перечисляет пролетающие корабли и называет Тревинка, говорит, что это что-то новенькое. Это действительно что-то новенькое, разработанное специально Порше. Далее она замечает Аквильского следопыта. Эти рейнджеры были упомянуты в раннем сценарии Лукаса к новой надежде, когда еще фамилия Люка была Старкиллер. И далее Лея говорит, что, наверное, эти рейнджеры ищут мирсонских пиратов. А вот эти рейнджеры были упомянуты в комиксе по Звездным Войнам еще в 1977 году. Сценаристы явно изучали лор для таких отсылок. Джимми Смитс неожиданно возвращается к роли Бейла Органы. В последний раз, если считать после Мести Ситхов, мы его видели в Изгое 1, который тоже получил свой спин-офф под названием Андор. Вчера представили первый трейлер проекта, и он выглядит отлично. А премьера уже назначена на 31 августа. Так что это лето для Звездных Войн обещает быть жарким. Мать сравнивает Лею с Глорагом. Об этих существах практически нет информации в сети, но они впервые появились в 10-м выпуске журнала приключений, в котором были собраны истории из далекой-далекой галактики. Там говорится, что Барун Кол, печально известный работорговец Куаррен, живший со времен Старой Республики, был опытным наездником Глорагов. И это вся информация об этих созданиях. Но отсылку засчитаем. На встрече можно заметить дроида, которого мы когда-то уже встречали во вселенной Звездных Войн. Старый добрый Ситрипио. Лея ставит на место своего кузена, и уже поползли теории, что она пользуется силой, считывая мысли у кузена и Оби-Вана. Да, намеков, что Лея чувствительна к силе предостаточно, особенно в восьмом эпизоде, но вряд ли это было показано в сериале. Бейл Органа просит Лею извиниться перед кузеном и вспоминает, что сам когда-то был похож на нее и хотел гоняться за пургилами. Это гиперпространственные существа, напоминающие китов, показанные в повстанцах. А дочь говорит, что пусть ее лучше съест яка зверь, чем она извиниться. А вот это чувствительные к силе, арктические стадные животные, напоминающие тигров, обитающие в тундрах ледяных планет внешнего кольца. Лея вновь сбегает в лес, но ее настигает бас-гитарист Фли из Red Hot Chili Peppers, который здесь играет небольшую роль бандита. Они в смешной погоне ее ловят и забирают с собой, чтобы привлечь внимание Оби-Вана, так как Рива, третья сестра, прочитала в архивах, что когда-то Бейл, Органна и Кеноби сражались вместе, а значит, друг поможет другу, и таким способом можно поймать Кеноби. Она на самом деле и не подозревала, насколько Лея важна Кеноби, и насколько она важна для всей этой франшизы. Родители вызывают Кеноби через маячок, и через голограмму просят о помощи. Через года Лея сделает то же самое, и спрячет послание в дроиде, что запустит совершенно новую историю. Постаревший джедай, откопав в песках Татуина два меча, свой и Энакина после битвы на Мустафаре, отправляется на планету Дайю. Это место было создано специально для сериала, и по словам сценариста, должно напоминать Гонконг, которым кипит нервная ночная жизнь. Хотя, конечно, это больше напоминает киберпанк-город из Бегущего по лезвию, которым очевидно вдохновлялись. На Дайю Оби-Ван встречает на улице ветерана-клона, который просит милостыню, и клона вновь сыграл Томуэра Моррисон, который впервые появился в роли Джанго Фета в атаке клонов, и подарил свою ДНК всем клонам, включая Боба Фету. Судя по броне, он является, и нет, это не Капитан Рекс, является частью 501-го элитного легиона штурмовиков, под непосредственным командованием Вейдера. После того, как войны клонов закончились, Империя решила покончить с клонами, поскольку их почитали слишком дорогими. Поэтому стали брать добровольцев, которые дешевле, но, как мы знаем, гораздо менее меткие. Ребенок и помощник мошенника отводит Оби-Вана к якобы джедаю, которого сыграл Кумейл на Джани. Он с добрыми намерениями обманывает своих клиентов и делает вид, что он джедай. Правда, в конечном итоге, его помощь для Кеноби оборачивается в раскрытие местоположения Леи и Кеноби. Мошенник помогает матери и сыну сбежать в Карелию, родную планету Хана Соло. Ребенка описывают как чувствительного к Силе, и это неспроста. Корран Хорн вырастет коррелианским пилотом, который станет героем Новой Республики. Хоть это и не очевидная пасхалка, но в титрах ребенок упоминается именно как Корран. По канону, после разбойной эскадрильи, он подался в джедаи и стал мастером, как его дед, Нея Халкион. А Бен Кеноби отправляется в лабораторию по изготовлению Спайса, что, само собой, является прямой отсылкой во все тяжкие. Он пробирается через лабораторию, а позже с помощью подаренной порции специй выводит из строя бандитов, как Уолтер Уайт в одной из серий. Один из бандитов принадлежит Крассе за брак, как и Дарт Молл. Поэтому Оби-Ван смотрит таким пронизывающим взглядом на него. Все это спасение Леи из плена тоже является своеобразным отражением того, что произойдет в Новой Надежде. И смотрите, я тоже могу в такие отсылки. Оби-Ван покупает Леи новую одежду. Ну, поняли, да? Чтобы скрыться в толпе. И Лея выбирает зеленую накидку. Это наверняка может быть маленьким кивком к зеленому комбинезону, который Лея носила на эндоре Возвращении Джедая. В это время третья сестра Рива запускает протокол Экс-Коммуникады и рассылает всем отбросам и охотникам за головами ориентировку на Кеноби. Здесь серия напоминает Джона Уика и неспроста. Один из сценаристов работал над третьим фильмом о беспощадном наемнике в отставке. Правда, не хватило сцены, где Кеноби, хоть и без светового меча, чтобы не привлекать лишнее внимание, надирал бы задницы разным бандитам. Можно было бы даже с помощью карандаша. Но ему все-таки приходится использовать силу спустя столько лет, чтобы спасти юную Лею и тем самым доказать, что он джедай и на ее стороне. Герои находят нужный грузовой корабль по совету мошенника и Оби-Ван, глядя на маленькую Лею, вспоминает Падме. В этих двух эпизодах много раз проводились параллели между детьми и родителями и все эти мелкие детали добавляют драматизма вселенной. К тому же, все это приключение Леи и Оби-Вана наверняка повлияет и отразится на ее будущее решение отправить послание в новой надежде именно Оби-Вану Кеноби. Финал эпизода вызвал гнев у фанатов Звездных Войн, так как на экране показали смерть Гранд Инквизитора, который по новому канону должен был умереть только лет через пять. Хоть мы и понимаем, что он останется жив, но наличие этой сцены пока ставится под вопрос. Зачем она была нужна и какие последствия у нее будут для третьей сестры, потому что по идее ее так нехило должны наказать, а то и вообще убить. Ну да ладно. Также Рива упоминает, что Энакин Скайуокер жив, намекая, что она знает личность Дарта Вейдера. Это противоречит многим моментам из канона, так как личность Вейдера была большим секретом для большинства. В сериале это могут объяснить тем, что Вейдер использует Риву как близкого ученика и доверил ей свой секрет. Что, согласитесь, звучит крайне глупо. Надеюсь, оба этих момента найдут объяснение и толкование в дальнейших эпизодах, но пока это выглядит как некий редкона Диснея. Ну а на лице Оби-Вана шок, так как он считал Энакина погибшим, а он, оказывается, остался жив и стал действительно угрозой всей галактики. И в самом конце серии мы на несколько секунд видим Энакина в бактокамере, а в дальнейших сериях он появится уже полноценно как Дарт Вейдер. Именно этого и ждут фанаты, так как сериал во многом интересен матч-реваншем и появлением других известных персонажей. Тем более этот промежуток жизни Оби-Вана уже был описан в романах и комиксах, но Дисней наверняка пойдут по своему пути и будут менять мелкие и важные детали в угоду новому канону. Всем пока, ждите новые разборы, новые ролики, увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова